Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвет у сквола поезды. Мы запринят, уезжаем. Сотрудники Альфа-Арабийского ОРВД вышли в рейд по выявлению подростков, позднее время находящихся на улице без сопровождения взрослых. С проверкой они посетили самые излюбленные места молодежи, такие как парк независимости, парк Абая, игротеки. В ходе патрулирования в парке независимости они задержали молодого человека. Наша группа патрулировала в парке независимости и заметила двух подростков. Один из них, избегая с нами встречи, сразу же скрылся. Второго же мы задержали и обнаружили, что от него пахнет спиртным. Мы выяснили его личность. Он оказался жителем поселка Кайтпас 1997 года рождения, то есть был несовершеннолетним. И мы его привезли в наркодиспансер на свидетельствование. Подросток рассказал, что на улице находился со своим другом. Мы с другом гуляли, я люблю гулять. Ну и мы с ним немного выпили. Через несколько минут после задержания полицейские вызвали и мать задержанного, которая, к слову, искала его уже два часа. Для меня стал неожиданностью звонок полицейских. Сын сидел дома, потом сказал, что пошел в туалет, вышел на улицу и не вернулся. Когда прошло около часа, мы стали его искать, но нигде не нашли. Он часто вот так уходит из дома, и мы его ищем. Уже 10 лет он состоит на учете в психбольнице. Врачи наркодиспансера взяли у подростка анализ, который подтвердил алкогольное опьянение. Вот, посмотрите, результат анализа положительный. Ваш сын находится в состоянии легкого алкогольного опьянения. Вот здесь распишитесь, что вы об этом уведомлены. Сразу после свидетельствования полицейские отпустили мать и подростка домой, предупредив об административной ответственности. Ее понесут родители за появление несовершеннолетнего сына в нетрезвом состоянии на улице после 11 часов вечера. Наказание предусматривает крупный административный штраф. Примерно в час ночи на пульт 102 поступило сообщение перестрелки в кафе «Спартак», расположенной по улице Рашидова. Сотрудники заведения рассказали полицейским о том, что там произошла драка, и охранник кафе получил ранение из травматического пистолета. Спустя несколько минут на место происшествия приехала бригада врачей скорой медицинской помощи. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали одного из участников драки, но он отрицал свою причастность к происшедшему. «Я не знаю, кто в охранника стрелял, я участвовал в другой драке, а охранника вижу впервые. Я вышел на улицу, там было две драки, я дрался в одной из них. Тот парень, который сейчас находится в скорой помощи, мне не знаком. Что с ним произошло, я не знаю». Впрочем, раненый охранник с уверенностью указал на задержанного как одного из нападавших и зачинщиков в драке. Сейчас полицейские выясняют всех участников потасовки, кто же все-таки применил оружие. Все задержанные были доставлены в Альфа-Радийский РУВД. Поднимается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Примерно в пять часов вечера сообщение о возгорании автомашины «Ауди-100» поступило на пульт пожарных с улицы Ташенова. Огонь разгорелся в моторном отсеке автомобиля. Еще до прибытия сотрудников противопожарной службы очевидцы происшествия попытались тушить пламя подручными средствами, в том числе снегом. Но попытки были тщетными, огонь разгорался все сильнее. В 17 часов 12 минут к нам на пульт 101 поступило сообщение о пожаре на углу улиц Ташеновой и Туркистанской. По сообщению горожан, там горела машина «Ауди-100». На тушение огня выехала одна спецтехника и восемь человек из числа личного состава. По прибытию бригады огнем был охвачен мотор и часть салона. В 17 часов 20 минут огонь был локализован, а в 17.29 полностью потушен. Пострадавших в ходе пожара нет. Сейчас подробности происшествия выясняют дознаватели управления по чрезвычайным ситуациям Шенкента. В одной из основных версий огонь разгорелся в результате замыкания электропроводки. Субтитры создавал DimaTorzok